На студии вновь гости. Я рад приветствовать у нас на наших креслах Анастасию Волкову, начальника управления транспорта и связи администрации города Симферополя. Доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос. Правда ли, что три счастливое число? Возможно. Я имею в виду третий этап. Это да. У нас завершающий этап идет реконструкция, точнее, капитального ремонта улицы Александра Невского. Мы с 12 числа перекрываем последнюю часть дороги. Это будет до переулка Галерейного с Суворовского спуска. Поэтому выходим на финишную прямую. Единственное, хотелось бы обратиться к нашим водителям, что в связи с тем, что запускается третий этап ремонта улицы Александра Невского, у нас улица Долгоруковская будет введено одностороннее движение. Это в сторону ЖД вокзала. Ну и, естественно, соответственно, Карла Маркса будет в сторону центра. Также хочется отметить, что везде будут стоять знаки «работает эвакуация». Поэтому наших граждан хочется предупредить о том, чтобы все-таки свои транспортные средства изыскали возможность парковать не на этих улицах, потому что потом свое личное время тратить, чтобы забирать автомобили с штрафстоянки, я думаю, это никому не понравится. Эвакуатор будет работать? То есть пощады никому не будет? Нет, не будет, потому что мы понимаем, что все-таки у нас центральные улицы, они достаточно узкие. Поэтому если там еще будут с обоих сторон припаркованы транспортные средства, это действительно приведет к транспортному коллапсу. Я точно знаю, что симферопольцы уже с пониманием относятся к этому, и то, как преображается город, как за последнее время улучшается качество дорог до федерального уровня, конечно, их радует, и они с пониманием относятся к временным неудобствам. Вы знаете, да, хочется и нашим жителям, и гостям столицы сказать огромное спасибо за то, что с пониманием относятся к тому, что все-таки, да, у нас учебный год начался, и тем не менее у нас идет реконструкция центральных частей города. И более того, хочется отметить, что у нас это такой вот период 2-3, ну, до 5 дней, да, когда транспортный коллапс, когда перекрывается улица, все едут в центр. Сейчас есть объездные улицы, как, в принципе, они всегда были, да, граждане уже привыкли, поэтому в центральной части города уже такого транспортного коллапса и заторов, к счастью, нет. Скажите, ну вот транспорт общественный, как он теперь будет объезжать? Изменится ли как-то его маршрут? В принципе, схема движения меняться не будет, потому что у нас Долгоруковская тоже была в одностороннем. Возможно, может, некоторые маршруты подкорректируем, чтобы на дублирующей улице, да, не было такой нагрузки общественного транспорта. Поэтому, я думаю, мы сегодня этот вопрос уже закончим, и на сайте наши жители смогут ознакомиться с временной схемой измененной движения. Ну, а все-таки, когда предполагается завершить работы? Завершение работ планируется на конец ноября. Это как и планировалось? Да, совершенно верно. То есть по срокам все успевают? Вроде пока никаких других, другой информации нет, поэтому все идем по плану. Вопрос такого следующего характера. Многие люди, проезжая уже по открытой части улицы Александра Невского, вот от кольца, от кольцевой развязки, вопрошают, действительно ли будет наложен еще один слой асфальта? Действительно, есть финишный слой, поэтому, да, сейчас с подрядчиком. Я не дорожник, поэтому, опять же, если необходима будет эта информация, она вся размещена на сайте, то есть в рамках какого контракта, какое дорожное полотно, да, и когда что будет застилаться непосредственно асфальтом. Насколько я знаю, да, действительно еще будет финиш на этом участке дороги, как и, собственно говоря, на последующих. Анастасия Александровна, вот я хотела уточнить такой момент, вы сказали, что у нас изменится маршрут движения, да, в том числе вот легкового транспорта и маршруток, и появятся знаки, то есть везде на улицах будут расставлены знаки. Если появятся нарушители, которые, может, не обратят внимания, ну, я надеюсь, у нас нет таких водителей, что им сулит, что им грозит? Будет ли это такой серьезный штраф, или все-таки это будет какое-то снисхождение? Ну, самое главное, это будет стоять знак, остановка, стоянка запрещена, работает эвакуатор, и я думаю, что по карману гражданина, которого заберут машину, да, это все-таки порядка 2865, если мне память не изменяет, стоит само эксплуатация, да, транспортного средства, эвакуация на штрафстоянку, плюс еще захоронение. То есть это порядка 3500 человеку надо будет отдать, поэтому я думаю, опять же хочется обратить внимание, первые 3-5 дней, да, но учитывая, что наши граждане знают, что улица Александра Невского ремонтируется в 3 этапа, и конечный этап, да, это конец ноября, поэтому уже так машины не паркуют. А вы водитель? У меня есть водительское удостоверение, но, к сожалению, я пока что еще не вожу своего автомобиля. С учетом того, что как дороги это перекрыто, может быть, и не стоит слишком спешить, но это ненадолго. Более того, меня спасает ситуация, что я все-таки живу в центральной части города, поэтому я добираюсь на работу пешком. Кстати, я думаю, это хороший совет и рекомендация всем симферопольцам, кто имеет пешую доступность до своей, так сказать, локации. Вы знаете, я убеждена в том, что после введения временных ограничений наши граждане больше стали ходить пешком и пользоваться общественным транспортом. Тем более, вроде нас погода радует. Мы уже в Крыму живем. Я вот еще какой момент хотела уточнить. Я не водитель, и сейчас могу ошибиться в названии улиц. Я знаю, что с поворота с Карла Маркса на Толстого, вот есть вот эта улица, там было одностороннее движение. И сейчас многие, когда Толстого было открыто, вынуждены были ехать против этого движения. Жуковского, скорее всего. Вы знаете, там стоял знак, и вот сколько раз непосредственно я там ехала, водители нарушая, те водители, которые едут по своей полосе, да, там одностороннее движение, постоянно показывают водителям, что висит знак, что сюда поворот запрещен. Но ничего страшного, пережили этот момент, поэтому, слава богу, никаких ДТП, аварий, ничего такого не было. Хорошо. Ну а Толстого улица, она сейчас тоже на ремонте? Да, сейчас идет реконструкция набережной реки Салгир. Сейчас проходит реконструкция непосредственно моста по улице Гагарина. Планируется его завершение, и после завершения, как мы закончим эту часть, да, возле консоля премиума, будет перекрыт участок дороги на улице Гагарина уже непосредственно. Сейчас Толстого мост перекрыт, после чего будет перекрыт мост на улице Гагарина, тоже будет реконструкция. И там в рамках, насколько мне известно, безопасной, качественной дороги, также будет проводиться ремонт непосредственно самой улицы Гагарина. Но дорога тоже будет перекрыта Толстого, я имею в виду. Конечно. То есть там тоже, наверное, поменяется схема движения? Совершенно верно. Но в любом случае мы заблаговременно уведомим наших граждан о том или ином изменении организации дорожного движения на этом участке. Я прошу вас, у нас, к сожалению, осталось еще совсем немного времени. Я прошу вас еще раз обратиться к симферопольцам. Ну, скажем, еще раз пояснить, что это необходимая мера, потерпеть чуть-чуть. Учитывая, что наши симферопольцы все-таки, я думаю, поняли, что это действительно необходимая мера. Город старается, чтобы мы ездили все по хорошим и качественным дорогам. Поэтому осталось переждать этот период времени. И я думаю, что жители нашего города и гости увидят, как изменяется наша столица. Тем более мы столица, имея такой статус. И мы должны преподносить всем пример, каким образом должна быть организация, в том числе и дорожного движения непосредственно муниципалитета. Спасибо большое. Я предлагаю сфотографироваться на память. У нас есть фотозона, которая посвящена тому, что у нас буквально совсем скоро свершится полностью окончательный переход от аналогового вещания к цифровому. Это такой символический винтажный телевизор. Давайте поближе встанем все вместе. Смотрим прямо, улыбаемся. Раз, два, три. Цифра!